Свинка Пеппа. Рождественская история. Дети, пора спать. Папа, расскажи нам сказку. Сказку, сказку. Хорошо, но я расскажу не сказку, а одну чудесную историю, которая произошла 2000 лет назад. Ух ты! Давай! Вау, история. Эта история случилась давным-давно. Но... Архангел Гавриил сообщил девушке по имени Мария. У тебя родится ребенок. Как это случится, удивилась Мария. Я же не замужем. На тебя сойдет Святой Дух. Ребенок будет Сыном Божьим, объяснил ангел. И Мария поверила ему. Мария была помолвлена с Иосифом, но жених не поверил ее словам. Тогда к нему тоже пришла. Мария не обманывает. Ребенок, который родится у нее. Сын Божий. Ты должен назвать его Иисусом. Прошло несколько месяцев. Мария с Иосифом отправились в Вифлеем, родной город Иосифа, на перепись населения. После долгой дороги Марии пришла пора прожать. Но все гостиницы в Вифлееме были заняты. Нигде не было места. Поэтому Сын Божий родился в Хлеве. Его спеленали и положили на сено. Младенцу дали имя Иисус. В ту ночь ангел явился нескольким пастухам, которые пасли скот на холмах неподалеку от Вифлеема. Хорошая новость, возвестил ангел. Родился ваш спаситель. Он в Вифлееме лежит в кормушке для скота. Вдруг появились еще ангелы. Так много, что они заслонили собой все небо. Слава Богу, в небесах пели все они хором. Пусть всякий, кто ему угоден, обретет мир от него. Когда ангелы исчезли, пастухи поспешили в Вифлеем. Они нашли там младенца, своего спасителя, лежащего на сене. Все было в точности, как сказал им первый ангел. Увидев Иисуса, пастухи ликовали и рассказывали всем в городе, что произошло. Они хвалили Бога за то, что он сделал. Это была история первого Рождества. Какая чудесная история. Мне приснится Рождество Иисуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова